Девушки отдыхают Оно стояло в стороне от всех, никому не делая ни добра, ни зла. Оно никого не любило, никогда не цвело. Оно ни от кого не зависело, и от него никто не зависел. Дерево всех умело держать на расстоянии. И лес, и луг, и дорогу со всеми, кто по ней двигался. И оно всегда было таким. Субтитры создавал DimaTorzok «Послушай, дерево, ты тут одно?» – спросила кошка. «Совершенно одно!» – равнодушно ответила дерево. «И тебе не скучно?» «Совершенно не скучно!» Так же равнодушно прошумело дерево в ответ. «И тебе никогда не бывает грустно, боязно или одиноко?» «Никогда!» «Я никого не жду, мне никто не нужен!» «Ах!» – сказала кошка. «Как бы мне хотелось быть независимой, жить одной и ни о ком не грустить!» «Ну что ж!» – с достоинством сказала дерево. «Этому не так уж трудно научиться. Поживи рядом со мной, присмотрись. А когда научишься, уйдешь и сможешь жить одна». «Спасибо!» – сказала кошка. «И осталось!» «И осталось!» «И осталось!» «Se Saul Руша» «Руша» КОНЕЦ 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 Куда же ты, простонала дерево? Пока. Теперь я смогу жить одна, ответила кошка. Не уходи. Ты меня многому научила. Куда, останься. Вот и вся история о дереве. Вернее, о дереве и кошке. Потому что, если бы не кошка, дерева не было бы истории. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok